Привет, Самаргис! Давид Самойлов, Рэмбо в Париже. Рано утром приходят в скверы одинокие злые старухи. И сердитые пенсионеры на скамейках читают газеты. Здесь тепло, розовато, влажно. Город заспан, как детские щеки. На кирпично-крафных площадках бьют пожарные струи фонтанов. И подстриженные газоны размалеваны тенью и солнцем. В это утро по главной дорожке шел веселый и рыжий парень в желтоватой зеленой ковбойке, а за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает прекрасна лошадь. Лошадь розовая и голубая, как десу незамужней дамы. Шея словно рука балерины, уши словно чуткие листья, ноздри словно из серой замши и глаза азиатской рабыни. Парень шел и у всех газировщиц покупал воду с сиропом. А его белоснежная лошадь наблюдала, как на стакане оседает озон с сиропом. Ну, наверное, ей надоело наблюдать за счастливым парнем, и она отошла к газону и, ступив копытом на клумбу, стала кушать цветы и листья, выбирая, какие получше. «Кыш!» – воскликнули пенсионеры. «Брысь!» – скричали злые старухи. «Что такое? Шляется лошадь, нарушая общий порядок!» Лошадь им ничего не сказала. Поглядела долго и грустно и последовала за парнем. Вот и все. Ничего не случилось. Просто шел по улице парень, пил повсюду воду с сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобою в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает.